Центр Солженицына, музей большой ему, так как он у нас жил и работал. Разумеется, что если он будет существовать, то это будет такой своеобразный символ для воспитания молодежи будущего, потому что уже в университетах у нас есть небольшие музеи, посвященные Александру Исаевичу. С точки зрения истории вообще, стоит ли на таких примерах воспитывать будущее поколение? Слушайте, ну у нас вообще сейчас стала практика открывать музеи и всякого рода центры предателям. Ельцин центр, Солженицын центр. Ну о чем говорить? Говорят, что он хороший литератор. Он хороший литератор, я вас умоляю. Ну, говорят, что курдает. Слушайте, читать Солженицын вообще невозможно. Я пытался читать его архипелаг ГУЛАГ шесть раз, по-моему. Пытался. Причем в разном возрасте. Две страницы и все. Лучшего снотворного вообще в жизни быть не может, чем сочинение Солженицына. Даже 200 лет вместе, которые активно пропагандировали, тоже. Понимаете, это вот идет у Солженицына такое вот сознательное коверкование русского языка, выдумывание каких-то глагольных форм, всякого рода оборотов. Он хотел якобы внести некий новый элемент в развитие русской словесности. Но это получилось настолько неуклюже, настолько вычурно. Это, понимаете, вот для меня есть эталоны. Там, Чехов. Шикарный стилист. Понимаете? Но он ничего не выдумывал. Он пользовался тем, что есть, что заложено в самом русском языке. И таких примеров можно привести сколько угодно. Это то, что касается литературных достоинств произведения Солженицына. А с исторической точки зрения? То, что касается содержательной части его произведений, они вообще никакого отношения к истории не имеют. А то, что касается идеи на идеологической составляющей его произведения, это в чистом виде вредительской литературы, которая внесла свою лепту, к сожалению, в крушение и нашего общественного строя, и нашего государства. Как-то его назвали очень емким и абсолютно верным термином литературный власовец. Вот он им был, он всегда таким и остался.